Вы снова на канале Европлант Лайф и сегодня у нас последняя серия первого сезона про хосты и в ней мы расскажем, что объединяет хосту и спорт Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Очень много посетителей выставки и очень много садоводов, вот здесь на этикетках есть название «Спорт от такого-то сорта». И даже когда печатали этикетки, позвонили, вы, наверное, опечатались, это сорт, я говорю, нет, это спорт. Вот у всех возникает вопрос, что такое спорт, какое отношение оно имеет к спорту, как к виду спорта, да, и вообще с чем это едят. Я уже говорила о том, что хосты – это уникальные растения, очень склонные к видоизменению, к мутированию, да, то есть они размножаются не только, вот новые сорта получаются методом семенного размножения, гибридизации, когда вот опыляют один сорт другим, получаются семена, и вот мы получаем новый сорт. Хосты могут мутировать спонтанно, вот соматически, да, когда вот у нас растет, растет какое-то, какое-то растение, и вдруг происходит соматическая мутация, и растение вдруг дает розеточку, да, росточек совершенно другого вида, не похожий на себя. И вот здесь вот у нас за спиной представлена так называемая серия стриптиз, да, ее знают многие хостолюбители, это все спорты одного и того же сорта, фактически это как бы дети, внуки, правнуки сорта стриптиз. Мы наглядно решили продемонстрировать, что такое спор на этом примере. Вот, пожалуйста, сорт Снейк Айс, змеиные глаза, вот его стандартная окраска, вот такой вот лист с глазиком, так он выглядит по стандарту. Уже на этом растении можно увидеть, что вдруг раз, и появился лист просто с полосой, не с глазиком, да, но вот это видоизменение, да, но это вот не целая розетка, а просто один лист, но это уже мутация, да, как вы понимаете. Вот, но на этом это растение не остановилось, оно взяло и дало вот такой вот спор. То есть вот такое вот растение вдруг я нашла в ногах вот у этого большого кустика, отсадила вот этому кустику уже 5 лет, да, то есть это уже можно назвать самостоятельно отдельным сортом, да, потому что он показал свою стабильность, он дал розеточки такого же вида, как и он сам. Это самостоятельное растение, наверное, уже не змеиный глаз, можно сказать, змеиный зрачок, да, фактически. Но и на этом мы не остановились, вот мы решили, что в этом году мы хотим взять и вот дать вот такие большие зеленые листья. Это уже спорт от спорта фактически, то есть вот спортом называется розетка другого вида, возникшая в результате спонтанной мутации во взрослом растениях оста, да, то есть вот то же самое, вот пример, пожалуйста, сорт Хэнки-Пэнки, вот это взрослый экземпляр со стандартной окраской, он выглядит вот так, и вдруг он выгоняет вот такую вот розетку, да, значит, я как это по молодости, по глупости, когда начинала коллекционировать, рекомендуют же, если не похоже, вырвать и выкинуть. Вырвала, выкинула, второй раз вырвала, выкинула, но она очень хотела стать сортом. На третий год все-таки я решила посмотреть, а что же это такое, оставила, и когда оставила, вот здесь вот эффект, то, что американцы называют флип-флоп эффект, это такая вот, ну, американский сленг, аббревиатура, непрерывно цветущий, наверное, меняющий, изменяющий окраску, вот аплодисменты, фейерверк, да, то есть вот непрерывно изменяющийся, к концу сезона вот эти хосты все с таким эффектом, да, то есть видите, как глазик акварелью так вот изменяется, здесь вот видите, как белая ночь, да, вот как небо в белой ночи, да, очень похоже на наше питерское небо, листик начинает свисти очень красиво, вот уже кустику лет 5-6, как самостоятельному кустику, отсаженному от растения, ну, назвали белая ночь, наверное, вот он имеет право уже быть сортом, то есть это в вашей селекции, можно сказать, получается, что уже, да, то есть это наша российская уже селекция, то есть, ну, я считаю, что весьма красивая окраска, поэтому, в общем-то, выбрасывать грех, если посмотреть, как лист перецветает, очень красиво, то есть, поэтому вот так вот выглядят спорты, вот на этом, наверное, мы закончим наш рассказ, ролик получился коротким, но емким и интересным. Ну, и, конечно, мы не могли уехать из ботанического сада Петра Великого, чтобы не заснять те хосты, которые растут здесь в саду, потому что это очень большие кусты, очень декоративные кусты, и они, конечно, совершенно по-другому смотрятся, чем в горшках, потому что они, ну, растут в ландшафте, они уже многие цветут, им очень много лет, тут есть хосты, которые не один десяток лет здесь сидят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok